У нас сейчас на связи Наталья Каледа, руководитель Белорусского свободного театра. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Давайте, наверное, начнем с того, что, насколько мне известно, вы сейчас активно продвигаете и боретесь за введение санкций против режима действующего в Беларуси. Так ли это? Есть ли какие-то успехи? Да, этим именно сейчас и занимаюсь на все. Это уходит полное время. 24-7. Работа идет с Вашингтоном, Берлином, Лондоном и Брюсселем. И здесь сейчас очень важно нам понять, какие наши следующие шаги. А шаги очень конкретные. Сейчас идет работа над тем, как создать группу переговорщиков на самом высшем уровне из Евросоюза и из Конгресса США для того, чтобы начать переговоры о передаче власти. Так как нам очевидно абсолютно, что сейчас уже нет возврата назад для Лукашенко. И основной пункт, основная причина для этого введения этих переговоров, то насилие, которое сейчас происходит на улицах и фальсификация очередная выборов. Для этого должен быть приостановлен огонь и все солдаты должны быть уведены в казармы. После этого возможно начать переговоры. И когда начнутся переговоры, тогда мы можем уже обсуждать, на каких условиях происходит переговор. Также ведется переговоры о финансовой, гуманитарной и логистической помощи для того, чтобы в Беларуси в ближайшее время прошли новые свободные прозрачные выборы. В тот момент, пока ведется работа над этим, идет работа и внесены 11 человек уже под срочные санкции. Надеюсь, результат последует, так как нам недостаточно выражения каких-то просто неприемлемостей этих выборов, когда Евросоюз и Америка и Великобритания говорят о том, что это неприемлемо. Такого заявления в современном мире, когда это происходит в центре Европы, мы принять не в состоянии. Для этого мы готовим все, для того, чтобы сделать передачу власти. Скажите, пожалуйста, а известны ли эти 11 человек? Ну, они же известны, если в срочном порядке попадают под санкции, может быть... Очень известны. Да, а может быть есть... нужно озвучить фамилии или пока это не стоит делать? Ну, в связи с тем, что работа ведется, а двое из них находятся в этом списке. И, например, Америка их не убирала никогда из этого списка. Это Александр Лукашенко, это Лидия Ермошина. Но всегда можно добавить санкции для того, чтобы они понимали, какую они боль причиняют народу, чтобы они прочувствовали со своей стороны, что они творят. Туда же введены все главы КГБ, Министерства внутренних дел, Виктора Лукашенко в этом же списке, также главатели компании. То есть каждый человек, который сейчас несет ответственность за фальсификацию, за репрессии, за убийства, они будут отвечать перед международным сообществом. Но в первую очередь они будут отвечать перед своим народом. Понятно. Скажите, пожалуйста, вы являетесь руководителем Белорусского свободного театра. Мы знаем, что ранее ваши актеры, участники свободного театра подвергались задержаниям, преследованиям. Что бы вы, наверное, сейчас могли пожелать всем тем, кто был задержан в Беларуси в последние дни? Я могу пожелать только то, чтобы необходимо оставаться сильным. И я знаю, что когда ты находишься сам в камере, это то состояние, когда тебе кажется, что ты можешь преодолеть все. И я знаю, что все люди, включая наших управляющих директоров свободного театра, Светлана Сугака и Надя Бродская, которые сейчас находятся в тюрьме, они те сильные женщины, которые в состоянии преодолеть все стены. Вопрос только в том, насколько применяется насилие, потому что та информация, которая приходит из Беларуси, и когда ночью из Окрестина слышны крики, на что сейчас идет власть? Это вопрос самый главный, потому что власть должна понять, что они должны прекратить это насилие против своих людей. И сейчас основное это солидарность. И наблюдать за тем потрясающую, невероятную солидарность, на которой лидируют тысячи женщин в Беларуси, это просто невероятно, потому что за ними сила. В этом сила. Сила сейчас находится за женщинами и за мужчинами. Сила сейчас находится за женщинами и мужчинами в Белом, которые выходят невооруженными, против мужчин в Черном. И сейчас эти мужчины в Черном должны осознать, что сейчас уже вопрос невозврата, потому что каждый из них будет внесен в жесткие санкции, и они будут понимать ответственность перед людьми. А нам всем сейчас нужно оставаться как одно целое, как один народ, стоять, потому что мы должны показать премьер России, потому что если мы сейчас проведем нашу революцию, если мы сейчас проведем передачу власти, сразу же поднимется Россия, и мы все вместе сможем наконец-то остановить ту диктаторскую ситуацию, которая находится в центре Европы, и Россия, которая принадлежит Евразии. И в этом нам может помочь Германия. Германия может лидировать в этом. И благодаря Германии Беларусь может стать свободной, если начнутся эти переговоры передачи власти. Германия сейчас президентствует в Европе, и они должны возглавлять эту переговорческую группу. И тогда мы станем наследием. Свободная Беларусь может стать наследием Германии, и мы можем изменить ситуацию в России. И я думаю, это будет очень здорово, если белорусы станут примером для того, чтобы россияне стали отстаивать свою свободу тоже на том же уровне, как и мы. Спасибо большое, Наталья. Спасибо за ваши ответы, за ваше мнение и за вашу работу. Друзья, вот Наталья сейчас во время своего интервью, отвечая на вопросы, говорила о том, в чем сила. Я уж никогда не думал, что цитата из этого фильма мне когда-нибудь в жизни пригодится, но, как говорили в фильме «Брат 2», сила-то в правде. И эту правду можно увидеть невооруженным глазом. Продолжение следует...